привет друзья мои сейчас у меня в руках телефон cubot gt 72 plus и попробую сделать обзор данного телефона что можно сказать об этом телефоне ну параметры прочитайте сами сами в интернете есть информация про параметры этого телефона вот я просто попробую представить вам в реале что у нас есть ну описание соответствует я покупал этот телефон на али описание соответствует действительности у нас тут двухъядерный процессор mtk 6572 512 мегабайт оперативной памяти и если не ошибаюсь 4 или 2 гигабайт доступно пользователю 4 или 2 но это сейчас не очень важно вот что я забыл скачать antutu показать вам тесты ну сейчас вот попробую скачать antutu и продолжу обзор продолжаем связь наш ролик и тут вот загружается antutu пока загружается antutu я покажу вам что еще у нас чем может еще удивить наш этот телефон нам и вот у нас есть фонарик на это всем ясно фонарик довольно таки яркий вот вместе с телефоном вот такой вот силиконовый пампер я надел его на телефон телефон дизайн телефона очень красивый очень интересный дизайн и камера на камера тут у нас двухмегапиксельная задная основная камера вот как она снимает видео вот посмотрим вот это видео видео снимает неплохо при хорошем освещении при дневном освещении теле довольно таки качественные снимки но когда у нас уже освещение плохое не очень хорошие то тогда как ждать большого качества от фото не стоит игры игры запускаются на нем довольно таки быстрый телефон довольно таки шустрый вот сейчас поиграем в эту игру ну да и сенсор вот что еще сенсор очень качественный очень качественный сенсор динамик довольно хороший разговорник разговорный динамик тоже очень качественный сейчас поиграли кует разговорный динамик тоже очень качестве микрофон тоже нареканий нету к этому телефону и вот что еще тут на нем на этот телефон у нас стоит android 4 4 2 что еще сенсор сенсор очень хороший очень быстро реагирует вот даже не нужно нажимать на дисплей не нужно нажимать просто вот когда происходит касание все она уже понимает команду и все хорошо вот сейчас посмотрим у нас тут есть музыка вот это на полную мощность я включил но это не динамик хрипит вот тут у нас есть решеточка этот вот этот хрип от этой решеточки вибрации данной решеточки на полном яркости на улице дисплей не очень тусклым нормально себя ведет а когда уже ставляющая на автоматическую яркость но уже на улице при дневном хорошем освещении экран и плохо видно поэтому я когда выхожу на улицу вставляю на полную яркость аккумулятор телефона держит зарядку неплохо если будете активно использовать игры интернет фай-фай то зарядка будет быстро садится ну я вчера вечером поставили на зарядку ночью чуть-чуть поиграл в игры сегодня тоже клип снимал в игры играл у меня сейчас 24 процента зарядки ну тогда у меня было зарядки 60 процентов то есть если будете использовать только как звонилку звонить получать смс отправлять смс не играть в игры серфинг не делать не использовать интернет и пользоваться интернетом то зарядка хватит почти на 48 часов то есть сегодня поставили на зарядку завтра не будешь вставлять на зарядку но послезавтра придется что еще у нас вот сейчас потом поиграем сейчас поиграем в этой рейс телефон у нас хороший вот сейчас когда игра загружается я покажу вам коробочку вот в такой коробочке телефон приходит вот игра быстро загрузилась что у нас в коробочке все как стандартно вот отправил подарок продавец силиконовый пампер наушники наушники стандартные вакуум если не ошибаюсь что вакуумные наушники инструкция но кому знакома эта инструкция инструкция те кто покупали на сайте пандавил все знакомы с такой инструкции я покупать телефон на али но телефон пришел с вот такая вот инструкция у нас тоже от производителя но приходит с инструкции от пандавил ну не знаю может это торговая площадка пандавил на али ну сейчас это не интересно никому главный телефон хороший хорошо работает вот сейчас поиграем тейтрейс довольно шустрый телефон сейчас я поставлю вот игра загрузилась но это не очень требовательная игра не тормозит вот сейчас немножко затормаживает просто очень много приложений я скачал не очень много приложений сейчас работают поэтому вот сейчас убьем его все ладно это прошли и самая у меня тяжелая требовательная игра сейчас которая стоит на смартфоне это real racing 3 вот она уже иногда грузится довольно только пока игра грузится больше я вам скажу у нас тут 3g 2 sim карточки 1 мини sim карточка разъем под микро юсб разъем для наушников вот тут у нас камера фотофишка фотофишка что это ну это вроде би динамику нас там тут а это что не знаю вот так и вот решеточка для динамика но нет тут тирочек силиконовый пампер я не буду снимать потому что очень трудно потом ставлять вот у три кнопочки которые не подсвечиваются нет у нас тут подсветки этот микрофон здесь у нас камера передная камера тут татчик освещенности тачек приближения но тачек приближения иногда срабатывает очень поздно то есть вот надо резко к уху поднести чтобы он срабатывал сейчас после того вот эта игра очень долго ты крутится сейчас я поставлю на паузу вот игра загрузила сейчас поиграем да да знаю 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 добро пожаловать спасибо чтобы повернуть на это тоже не знаем это тоже вот эти подсказки они на нерве не действует раз два три нажимаем на газ но эту игру я очень люблю вот сами посмотрите не тормозит это довольно таки не требуется игра с мощным график и 3d играл я на последнем месте на десятом месте черт 9 основой какая крутая машина у меня жаль что только она игрушечная вот поменяли вид камеры четвертый я сейчас стану третьим что у нас осталось еще сделать вот сейчас я вот протестируем его как телефон звоню оператору вот заработал вот датчик приближенности датчика освещенности работает хорошо громкоговоритель не проверили и сейчас проведем тест антуту вот тест пошел ладно поставлю на паузу т.к. м вот вот Субтитры делал DimaTorzok 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 2D graficа, 3D graficа